У нас на канале есть множество топов на самые разные темы. Часть из них посвящена рейтингам смартфонов, где мы оцениваем их по тем или иным характеристикам. Один из последних был посвящен бюджетным девайсам с хорошим набором функций. Сегодня я расскажу вам о шести классных моделях, стоимость которых не превышает 6000 гривен. Открывает наш рейтинг творения китайских инженеров Xiaomi Redmi Note 4. Этот гаджет отличается очень крутым набором характеристик за свои деньги. Диагональ экрана 5,5 дюймов. Выполнен он по технологии IPS с разрешением 1920 на 1080 точек. Сверху его прикрывает закаленное 2,5D стекло. Задняя часть корпуса металлическая. Тут же находится сканер отпечатков пальцев, а также глазок основной камеры на 13 мегапикселей со вспышкой и автофокусом. Разрешение фронтальной камеры 5 мегапикселей. Видео пишется в Full HD качестве. Производительность обеспечивает восьмиядерный процессор Snapdragon 625, видеоускоритель Adreno 506 и 4 гигабайта оперативной памяти. Объем встроенного накопителя 64 гигабайта. На случай, если этого вдруг окажется мало, предусмотрена поддержка карт microSD до 128 гигабайт. Гордостью аппарата является его батарея на 4100 мАч, которая обеспечивает до двух дней активного использования. Redmi Note 4 представляет собой достойный аппарат с мощным процессором, большими объемами памяти и емким аккумулятором. Ui7 – одна из новинок в модельном ряду компании Huawei. Корпус смартфона сочетает в себе элементы из металла и пластика. Всю лицевую панель занимает защитное 2 5D стекло, под которым скрывается 5,5-дюймовый IPS-экран с HD разрешением. Основная камера получила разрешение 12 мегапикселей, фронтальная – 8. Обе могут снимать видео в Full HD качестве. Аппаратная часть представлена восьмиядерным процессором Snapdragon 435, графикой Adreno 505, двумя гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами постоянной памяти. Гибридный лоток на место второй сим позволяет установить карту microSD вплоть до 128 гигабайт. Работает смартфон под управлением свежей версии Android 7.0. В качестве источника питания используется аккумулятор на 4000 мАч. От одного заряда смартфон способен проработать до двух дней. На нашем канале есть полный обзор на эту модель. Посмотреть его можно вот здесь или по ссылке в описании к видео. Этот смартфон тоже был героем нашего обзора. Samsung Galaxy J3 – это младший представитель обновленной линейки образца 2017 года. Девайс получил все узнаваемые черты старших собратьев и обзавелся металлической вставкой на спинке. Диагональ дисплея 5 дюймов. Он изготовлен по технологии PLS и имеет разрешение 1280 на 720 точек. Основная камера на 13 мегапикселей получила светосильную оптику и автофокус, а за качественные селфи отвечает фронтальный фотомодуль на 5 мегапикселей. Обе камеры дополнены вспышками и могут записывать видео с разрешением 1080p. Производительность и скорость работы обеспечивают 4-ядерный процессор Exynos 7570, видеоускоритель Mali-T720 и 2 ГБ ОЗУ. Объем встроенного накопителя 16 ГБ с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ. В основе программной части лежит свежая версия Android 7.0. Питает систему, батарея на 2400 мАч. Samsung J3 2017-го – это симпатичный смартфон с хорошей фронталкой, довольно мощным и энергоэффективным процессором от именитого производителя. ZTE Blade V7 представляет собой моноблок с цельнометаллическим корпусом. Диагональ IPS экрана 5,2 дюйма с Full HD разрешением. Защищает его закаленное 2,5D стекло. Аппаратная платформа базируется на восьмиядерном процессоре MT6753 с графическим ускорителем Mali-T720. Объем оперативной памяти 2 ГБ, встроенный 16 с возможностью расширения. Фоточасть представлена фронтальной камерой на 8 Мп и основной на 13. Последняя дополнена автофокусом и вспышкой. Видео с обоих модулей пишется с разрешением 1080p. Батарея на 2500 мАч обеспечивает целый день использования устройства. К сильным сторонам ZTE Blade V7 можно отнести металлический корпус, отличный экран и неплохие камеры. Huawei GT3 еще один заслуживающий внимания смартфон от китайского техногиганта. Заднюю часть корпуса украшает металлическая накладка. Там же находится сканер отпечатков пальцев, который помимо быстрой разблокировки устройства обладает еще рядом дополнительных функций. Экран диагональю 5,2 дюйма выполнен по технологии IPS с разрешением 1920х1080 пикселей. Смартфон оснащен мощным процессором Kirin 650 с графикой Mali-T830, двумя гигабайтами ОЗУ и накопителем на 16 гигабайт. Этот объем можно увеличить еще на 128 гигабайт при помощи карт microSD. GT3 получил две камеры разрешением 8 и 13 мегапикселей с возможностью записи Full HD видео. От аккумулятора на 3000 мАч смартфон способен продержаться целый день, даже при активном сценарии использования. К преимуществам Huawei GT3 можно отнести интересный дизайн, наличие сканера отпечатков, а также мощное железо и неплохие камеры. И закрывает наш топ новинка от легендарной компании Motorola – Moto G5. Это смартфон с 5-дюймовым Full HD IPS-экраном. Под ним расположился дактилоскопический сканер. Задняя крышка изготовлена из алюминия, а все остальные части корпуса пластиковые. Основная камера на 13 мегапикселей оборудована быстрым фазовым автофокусом и вспышкой, а фронтальная делает снимки с разрешением 5 мегапикселей. Аппаратная часть смартфона построена на базе 4-ядерного процессора Snapdragon 430. Компанию ему составляют видеоядро Adreno 505, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. В основе программной составляющей лежит стоковый Android 7-й версии. Не забыли в новинке и о фирменной фиче – управление жестами. Под крышкой находится съемный аккумулятор на 2800 мАч. Этого объема вполне достаточно для активного использования устройства на протяжении всего дня. А технология Turbo Charger, со слов производителя, способна за 15 минут зарядить смартфон на 5-6 часов автономной работы. Moto G5 привлекает к себе внимание ярким внешним видом, громким именем компании, неплохой производительностью и наличием фирменных фишек. Что ж, друзья, на этих моделях перечень достойных смартфонов до 6000 гривен не заканчивается. Этот список можно продолжать еще очень долго. Мы лишь выбрали шесть, по нашему мнению, лучших. Предлагайте и вы свои варианты в комментариях. Не забывайте про лайк и подписку, а также смотрите топ-4 бюджетных смартфонов до 4000 гривен и обзор Samsung Galaxy J5 и J7 2017. Пока!